Что тебе мешает, Карпенко, вот этим людям, которые якобы с тобой на связи, ты говоришь, что какие-то чеченцы пишут тебе, если какие-то проблемы, брат, то мы, мол, все решим, задай им этот вопрос, спроси у этих чеченцев, которые с тобой типа на связи, выдали бы они за тебя, свою сестру или свою дочь? И давай поставим точку в этом вопросе. Если бы я подобные вещи себе бы позволил, или, например, бы сказал, тебе не без уродов, но у вас что-то слишком много этих уродов, тебе бы не пришлось мне отвечать, Карпенко, и ни одному украинцу не пришлось бы мне отвечать. Потому что наше командование немедленно поставило бы меня на место, указало бы меня на недопустимость подобного рода высказываний, когда в рядах нашей армии сражаются 10 украинцев. И с уважением к этим десятерым украинцам мы бы не позволили себе высказаться в адрес Украины. Карпенко записал видеоответ на наши претензии, на наши возмущения. Как ему кажется, он поставил точку, ответил на все наши претензии. Если вкратце подытожить все то, что он там говорит, просто вынести оттуда главные тезисы, чтобы не смотреть 40 с лишним минут его видеоролика, то я бы эти кратко его тезисы, его ответ к нам, тремя небольшими вырезками подытожил бы. Давайте послушаем его. Если я спрашиваю на своем интервью у чеченцев, где же дух вашей свободной Ичкерии, я в первую очередь обращаюсь к тем, кто еще не пошел на войну. Я хочу вызвать чувство национальной гордости и самосознания в вопросе о том, кто же действительно враг. Ни более, ни менее. Я хочу, чтобы чеченцев становилось под флаг Кадырова как можно меньше. Разве это трудно понять? Разве для этого нужно иметь какие-то суперзнания и какие-то образования? Я опять же хочу призвать к национальному самосознанию, но только не к чеченскому, а к русскому. К русскому самосознанию. Вы реально настолько примитивны, чтобы не понять этого вопроса или не понять моего посыла? Ну, мне действительно надо это разжевывать, что задавая этот вопрос Кадыровцу, я обращаюсь к русским, что сколько вы еще будете терпилами? И да, я хочу там шатнуть общество. И да, это работает. Итак, все те видео, которые нас с вами возмущают, из-за которых мы, по сути, и начали этот батл с Карпенко, они все записываются, и все то, что он там озвучивается, это, во-первых, для того, чтобы подтрунить немножко чеченцев, то есть вызвать чувство гордости у чеченцев, проживающих в республике, и второе, это для того, чтобы как-то русских людей точно так же подзаторить, их чувства расшатать, и он, ну не скрывая, он говорит, да, для того, чтобы там как-то расшатать ситуацию. Мы с вами, ну такие вот дурачки, глупенькие, мы с вами этого не понимали. И у меня, конечно же, возник логический вопрос. Интересно, если взять, сделать выжимку всего того, что говорит Карпенко на его интервью, и взять те моменты, которые нас возмутили. А ведь возмутили нас абсолютно не те вопросы, в которых он пытался как-то подзадорить русских, или те вопросы, где он пытался как-то пристыдить кадыровцев. Нас ведь с вами абсолютно не это задевало. Вот сразу возникает встречный вопрос Карпенко. Скажи, пожалуйста, когда ты говорил вот следующие свои вещи, ты кого хотел тем самым задеть? Русских, кадыровцев или всех чеченцев? Послушай. Плохие, у нас хорошие тоже есть. Плохие. Только что-то получается у вас плохих сильно. Сильно дофига здесь запекано. Потому что он как есть матом это произнес. Вы как типа царьки какие-то, которым все сходит с рук. Фраза типа «в семье не без уродов», но как-то получается, что у вас семья уродов сильно большая. То есть ему пленный говорить везде, есть невоспитанные, плохие люди, в семье не без уродов, он отвечает, но получается, что у вас уродов сильно много. И третье. Так у вас всегда такая термотипа получается. Если чуть-чуть не такой, значит это плохой. Но вы все такие. Вот когда вот эти вещи ты говоришь этим пленным кадыровцам, ты кого хочешь тем самым подзадорить? Может быть мы действительно такие глупенькие, недалекие, но не понимаем такого глубокого смысла твоей стратегической цели, когда ты задаешь вот эти вопросы кадыровцам. Кого ты хочешь, Карпенко, подзадорить? Или кого ты все-таки пытаешься обмануть? Когда ты говоришь с пленными кадыровцами о чеченках, которым, видите ли, нельзя приставать, увы и ах. А кто-то там, значит, может в России к местным жительницам нам приставать. И когда эти вещи поднимаешь, ты кого пытаешься подзадорить? Ты когда говоришь вот это, Карпенко? В Чечне, короче, в Грозном, Грознобаде, короче, назовем это так, за трехсотилась, короче, точнее за двухсотилась заправка, и там было четыре двухсотых бородатых. Четыре двухсотых бородатых – это мать, двое детей и один водитель грузовика, и не чеченец, кстати говоря. Вот когда ты подобные вещи, когда ты издеваешься над погибшими абсолютно ни в чем не повинными людьми, девушкой молодой, ее двумя детьми, когда ты их называешь бородатыми задвухсотившимися, ты кого пытаешься тем самым задеть? Чьи чувства патриотизма, собственного достоинства ты пытаешься задеть? Что должно проснуться у чеченцев, когда они слышат вот подобное? Что семья не без уродов, но у нас слишком много этих уродов. Да мы все такие, хоть мы и пытаемся там что-то скрыть, но мы все вот такие, с твоих уст, когда мы подобное слышим. Скажи, какие чувства у нас должны проснуться? И знаешь, Карпенко, я ни разу не назвал тебя нацистом, потому что ты не являешься нацистом. Нацисты, в отличие от тебя, они не скрывали своей неприязни, они не скрывали своего мнения о собственном превосходстве. Когда они, те люди, народы которых они презирали, они открыто говорили о том, что они их презирают. Ты же пытаешься скрыть свое презрение, свои комплексы, свою зависть, ты пытаешь ее скрыть. Делая это вот подобным, неуклюжим способом, пытаясь завуалировать это за какую-то стратегическую цель, что это, дескать, мы, оказывается, такие глупенькие, не понимаем. Вместо этого гораздо было бы достойнее, если бы ты, как есть, высказал свое мнение. И ты, меня заинтересовал еще один тезис из твоего видео. Вот давай послушаем про якобы чеченцев, которые с тобой на связи. У меня в телефоне не один десяток чеченцев, которые мне пишут, что, друг, если у тебя, брат, есть проблемы, или кто-то там, у тебя что-то, ты пиши, мы сейчас все сделаем, отрегулируем. Вот ты же в этих своих интервью с этими пленными, ты очень сильно возмущался вопросом чеченских девушек, что ты, конкретно ты приводил себя в пример, что ты не можешь посватываться к чеченской девушке. Ты спрашивал этого военно-пленного, ты бы свою дочь выдал замуж, например, за меня, и задавал ему вопрос. Что тебе мешает, Карпенко, вот этим людям, которые якобы с тобой на связи, ты говоришь, что какие-то чеченцы пишут тебе, если какие-то проблемы, брат, то мы, мол, все решим. Задай им этот вопрос. Спроси у этих чеченцев, которые с тобой типа на связи, выдали бы они за тебя, свою сестру, или свою дочь. И давай поставим точку в этом вопросе. Спроси у них. Если у тебя, и, кстати, опубликуй, если у тебя действительно есть у тебя какие-то чеченцы, которые с тобой на связи, и тебе подобное говорят, в чем я очень сильно сомневаюсь. Но если они есть, вот задай им этот вопрос и опубликуй ответ на этот вопрос. Пусть хоть один из тех, кто якобы с тобой на связи, скажет, что они выдали бы за тебя свою дочь или свою сестру. Ну и в завершении, комментируя тему драки между сыном чеченского предпринимателя Бажаева, точнее российского предпринимателя чеченского происхождения, его сын подрался с сотрудником российской полиции. Послушайте, что по этому поводу говорит Карпенко. На многострадальном русском языке объясняю, что произошло. Произошла, в принципе, стандартная ситуация. Богатенький сыночек миллиардера дал петь полицейским. Дал Тумаков, если на литературном. То есть просто не на литературном, он выразился. За что он там дал, как он дал, это не имеет никакого значения. Его хотели утихомирить, арестовали, но при этом мы же понимаем, что это Рашка, кадыровцы туда-сюда, его сразу же выпустили спустя какое-то время. Так вот, по логике особенного блогера, если вот все обрисовать, виноват не богатенький сыночек, приближенный к кадыровскому движению, а виноваты полицейские, потому что их плохо воспитали. Они не разглядели особенность этого чеченца, они не поняли, что нужно делать. Их неправильно воспитали, научили. Их надо ставить на место. Как они посмели вообще это делать? А все почему? Потому что перед ними был особенный мальчик. Вот смотри, Карпенко, по моей логике, ты говоришь, что виноваты эти полицейские. Ты абсолютно прав. Абсолютно прав Карпенко. И не потому, что он какой-то особенный. Кстати говоря, никакой он не кадыровский там и вообще никак не связан с этими кадыровцами. Ты не найдешь ни одного видео или фотофакта, где Бажаев, отец этого парня, сидел бы там рядом с Кадыровым. Или чтобы о них какие-то респекты в сторону Кадырова высказывали. Они не связаны с Кадыровым. Наоборот, Кадыров очень любит эту семью. Но они действительно российские предприниматели. Это российский миллиардер. Да, как-то связанный с Путиным. И это его сын избил российского полицейского. И по моей логике, да, он будет прав. И я буду на его стороне просто из-за того, что вторая сторона это российский мент. И в этом наша с тобой разница, Карпенко. Что ты в ситуации, когда есть чеченец, сын предпринимателя, да кто бы он ни был. С одной стороны есть чеченец, а с другой стороны российский мент, ты становишься на сторону российского мента. А я, Карпенко, если бы там на его месте оказался бы украинец, или если окажется, дай бог окажется, и не раз. Если бы этот украинец избил, ну или подрался бы с российским ментом, плюнул бы в рожу российскому менту, я бы не стал даже разбираться в том, кто там прав или виноват. Понимаешь? Я бы целиком и полностью стал бы на сторону этого украинца. В этом наша с тобой разница, Карпенко. И в заключении я тебе приведу пример, который, наверное, поставит точку в нашем с тобой разговоре. И для многих, для большинства абсолютно украинцев это будет окончательным доводом с моей стороны. Если бы эта война сейчас шла бы на территории Чечении, и в рядах нашей армии чеченской было бы ровно 10 украинских добровольцев, такой небольшой украинский отряд, который бы сражался вместе с нами против оккупанта. И если бы я позволил себе нечто подобное, что позволил ты себе, например, с пленными российскими солдатами по происхождению украинцами, если бы я записал с ними интервью, и в этом интервью позволил бы себе рассуждать о том, почему украинские женщины ведут себя как-то так, почему кто-то там может с украинскими женщинами, а кто-то не может, если бы я подобные вещи себе бы позволил, или, например, бы сказал, тем не без уродов, но у вас что-то слишком много этих уродов. Тебе бы не пришлось мне отвечать, Корпьянка, и ни одному украинцу не пришлось бы мне отвечать, потому что наше командование немедленно поставило бы меня на место, указало бы меня на недопустимость подобного рода высказываний, когда в рядах нашей армии сражаются 10 украинцев. Из уважения к этим десятерым украинцам мы бы не позволили себе высказаться в адрес Украины. И даже если бы кто-то из нас, я повторяю себе, такое бы позволил, наше командование его моментально поставило бы на место. Сначала указало бы на недопустимость и порекомендовало бы в убедительной форме принести извинения, а если бы я не понял, то и иными способами меня поставили бы на место. И я бы не смог подобное продолжать, по крайней мере, будучи на территории Чечении, будучи в зоне досягаемости нашего командования. И то, что ты себе можешь позволять подобное, и никто тебя не останавливает, никто тебе не указывает на эту недопустимость, в этом разница и конкретно наша с тобой, Карпенко, и разница в подходах украинского командования и чеченского. На этом у меня всё. Субтитры создавал DimaTorzok